Так, а что я могу скрафтить? Просто, я не знаю, у меня добрых ощущений по отношению к этой игре нет. Если что, я играю на средних настройках, DLSS, это установлен в режиме производительность, выжим мыльное мыло, вижу, что у меня вот текстуры подгружаются под ногами, и все это, блин, вон тени вот это все, да, и все это с сумасшедшими тормозами. Я не понимаю, как так делают игры, я не понимаю, почему в это играют. Ну ладно. Ариша и Коля, да, решили присоединиться, спасибо им за это большое. Вот, level of detail, о боже мой, вот как это все подгружается, господи, PC-эксклюзивы, само то, да. Вот, и Миша у нас на стриме, как всегда, за рулевого, он будет сидеть, смотреть, и, к сожалению, злорадствовать, потому что, да, игра исключительно напоминает изначально какой-то Rust, какой-то Conan Exiles, и что там еще? А, и Ark, очень сильно напоминает Ark. Секунду. Это от Роскосмоса игра, слышите? Мы строим звездолет из говна и палок, все напоминает. Да, но Роскосмос, это, наверное, ранняя версия игры от Роскосмоса, потому что вы здесь еще песни писать не можете. Да. Вот, по-куда. Для библейских историй. Это бета, наверное, какая-нибудь. Это финальный релиз, это не бета. Нет, крайний доступ, по-моему. Нет, 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 это релиз. Это релиз, алло, друзья, это все, это лучше уже не будет, так что я понимаю, откуда у этой игры смешанные отзывы, я понимаю, почему у людей бомбит, производительность и визуал отвратительный. Коля, блин, Коля, блин, если ты меня убьешь, никого стрима не будет, ты меня убьешь, сервер закроется, все. Я тебя вообще не трогаю, это не Коля. А, это не Коля? Это женщина-загадка, слышишь? А, это Ариша, да, все. Это Ариша, я сейчас вот на тебя дерево сброшу. Понятно. Олег, тимбер! Подожди, а оно тут падает? Подожди. А, нет, это вам не Вальхейм, да. Это вам не Вальхейм, да. Окей. Вот такая вот игра. Что тут делось? Ариша, мы ее позвали как эксперта знатного, она обожает игры для девочек, соответственно, выживалки для нее. Будет нашим экспертом. Соответственно, мы будем нагло эксплуатировать ее труд, она нам будет строить домик. Ну вот, мы будем с Колей в нем жить. Мы, да, если война, то мы ее защитим, а если не война, то вот женщина по хозяйству. Ну, одна на двух, так сказать. К любителям выживалок могу сказать, что это говно. Вот так вот, Виталик сегодня не одинок в бомбежке. Да-да-да, сегодня бомбить будут все. Коля, потому что это не его жанр, ему не нравится. Я, потому что я, в принципе, выживалки не очень сильно люблю, но некоторые из них, типа Вальхейма, прям ранят в самое сердечко, как выражаются некоторые люди в комментариях под нашим стримом. Так, где этот мегастример? Куда он убежал уже? А что ты хочешь? Я за кроликом побежал. Я по-моему... Ягодку хотел дать, он мне на здоровье жаловался болезненный. Я, по-моему, добылся. Алиса тоже как за кроликом побежала. Ну, его тоже за кроликами бегал. Разберите как-нибудь бред Сёмина про видеоигры. Это мы сегодня как раз про это думали. Ха-ха. Астерку спасибо. Ну, мы не собираемся именно разбирать, мы такими вещами не занимаемся. А что, бред? Он всё правильно сказал, на самом деле. Почему? По большому счёту. А почему нет? С каких пор коммунисты что-то правильное говорят. Так. Всегда. И тут ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Учение Макса, как говорится, непобедимо, потому что верно. Так. У нас есть карта. Окей. Коля, хватит играть в Диско-Элизию. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Нет. Красс Мазов жив. Как говорится. Так, короче, смотрите. Я могу построить костёр. О, всё. Давайте я построю костём, хотя бы согрею. Я бы учил кроватку. Вот. Коля, ты нам не нужен уже. В общем, мы уже изобрели всё, что нам нужно. Я вам собачку несу мёртвую. Вы где? Собачку. Собачку. Сейчас меня съест надо. Всё. У Коли, у Коли, у Коли специфический это самый подход к концепции Хатика. Пётр Науменко, спасибо. Давно хотели поиграть в свою игру. Назрел разговор с семьёй. Хотели заняться саморазвитием. Очереди в Final Fantasy XIV. Спонсор свободного времени. Коля, а как тебя оживить? А я сейчас сам оживлюсь через секунду. Рома Уэлл, спасибо. Виталик, где радио? Сейчас найдём. Вот я оживился. А почему на тебе собачка? Я же говорю, я несу вам собачку. А вторая почему у меня есть? Странно. Потому что ты её убил. А как мне её разграбить? Я в первую собачку. Я в две собачки. Я вижу рыбку, я хочу её поймать. Господи, какой бред. Так. Напоминает какая-то это самое. Неопытная оргия. По собачке это как? А куда? А что? А зачем? Так. Коля, давай всё к воде. Вот у меня костерочек есть. Потому что жрать хочется уже. Там у меня уже заканчивается вода. Заканчивается. Не погружайтесь в воду. Там какой-то психодел. Звучит как интересная идея. Так. Коля, давай собачку и взаимодействовать, жарить. Давай, жарим мясо. Давай, давай жарить собачку. Сейчас я её принесу. Давай жарить. Я могу... Ножик у кого-нибудь есть уже? Сделали ножик, блин. Короче, только что Виталик предложил Коле повзаимодействовать и в рамках жарить. Замечательно. А почему? Я не могу собачку. Виталик жарить Коле. Господи, кто эту игру сделал? Человек, который сделал нам DZ. Окей. Ладно, идея... Мне нужен ножик. Тогда идея хотя бы была прикольная. Но в данном ключе... Вот рецепты. Нет, так, чтобы рецепты получить, нужно ещё что-то, какие-то опыт получать, всё такое. Паша, мне нужно мясо. Я пошла за мясом. Так, а где воду брать? Алё. Замокружайтесь в воду. Замобезьянка с ножом. Вот, всё. Я разделал собачку, сейчас я вам... А, всё, я напился, всё. Кошмар. Я разделал собачку, я напился, блин. Что? Так, пожарь, блин. А как её жарить-то? А как её жарить-то собачку активно? На F нажми на костре. Ариша, у меня кислород заканчивается, что делать? Я сейчас сдохну. Ты зачем нырнул? Нет-нет-нет, я рядом с Колей стою, да. Чё мне сделать? А, выберите рецепт. Просто жарить нельзя. Надо рецепт знать. Ариша, блин. А ты не сбегать? Я сейчас сдохну. Моё собачку съел. А что с тобой? Угу. У меня кислород заканчивается. У вас тоже где-то кислородный баллон должен показываться. Там где-то, да? А как из кислорода, кстати? А у нас что, мы дышать не можем? А на ширина мы сюда приперлись, если туда дышать нельзя. А может, нужно снять шлем, снаряжение? Как в Прометеи, да? Какой игру года выбрали в Steam, я не голосовал. Я в этом не участвую. Я бы за диск Elysium голосовал. Да, диск Elysium классная. Прокомментируйте снижение Nintendo цен на игры в размере 500 рублей. Так мы уже говорили о том, что, скорее всего, вот это вот заявление о снижении цен, оно связано с коррекцией курса. Так, в общем-то, и произошло. Мне подсказывают, надо кушать голубые камни. Чё? А-а-а. Чё надо делать? Можно переработать в кислород для дыхания. Камни можно переработать в кислород для дыхания? Да. Хорошие мишени. Чё? Так. А вот, кстати, да, всё, у меня теперь есть чем дышать. А как ты сделал так? Надо жрать голубые камни из инвентаря, Виталик, реально. Оксид? А, всё. Который оксид, оксид чего-то там. А, господи. Да, я их нашла, тут их много оксидов. Хорошо, всё. Если у вас расписание стримов или новость о них в соцсетях, ну, точного расписания нету, но у нас плавающее. Следите за анонсом. Обычно за час, да, следите за анонсом. Ну чё, друзья, всё, Halo Infinite говно, как, в общем-то, мы и предполагали. Слышь, Halo Infinite шикарно. Ну, конечно. Драгота. Обзоры Halo Infinite восхитительны. Сюжет как-то говно. Дизайн. А, это ты про кампанию говоришь. Нет. Оформление мира какое-то говно. Да, но геймплей Halo тащат. То, что я услышал, по крайней мере, да, к сожалению, мы сегодня не подключились к этому празднику жизни. Вот, исключительно по нашей тупости. Ну, по моей, ладно, ещё я на Мишу киваю. Вот, Фил Спенсер писал все леги, я вовремя не ответил. Что-то на русском, блин, даже на английском что-то. Хо-хоу, Xbox круто. Так бы мы уже это, что называется, и обсудили. Вот. А пока, да, к сожалению, складывается картина, что Halo будет моим самым большим разочарованием в этом году. Хочи их. Это 100%. Ладно, что-то. Трует ли брать стандартные беспроводные наушники на Xbox Series X за 120 долларов или есть варианты полу? Ни в коем случае. Так. О, в технике. Беспроводные наушники это вообще фигня. Всё. Так, теперь я могу крафтить ножик. Отлично. И у меня теперь сейчас талант, талант, талант. Выживание. Я убила оленя. Где ты убила оленя? Покажи ты где. О, я тыковки нашёл. Георгий Пис, спасибо. Где еда? Виталик, посмотри в собаке. Что значит посмотри в собаке? Открой её. Да, это классно. Я добыла мясо, я полезная. Так. Ты очень, Ариша. Без тебя вообще мы бы сюда даже не прилетели. Конечно. Коля, у тебя есть палка? Есть. Кинь, пожалуйста. Тебе пытались тебе кинуть палку? Ну, мне не хватает палок, извини. Лови. Поймал? Ха-ха-ха. Да, да, да. А он поймал, Ариша, посмотри, он ходит своей палкой в бочиде. Да. У меня... Да, рыбку поймал. Как весело. Да. А ты отказывался? Кислород из кислорода, но здесь типа другой, наверное, кислород волшебный. Из камней. Здесь кислород выходит из камней, так что... Я из тебя вытащил свою палку, Виталя, тебе должно стать легче. От создателей ДЗ. В общем, всё, что нужно было знать о ДЗ. Виталь, дыхай жопкой, продай кактусы, купи занавески. Как мне из себя достать палку, блин? Теперь. Я из тебя достал её уже, я вытащил. Ну, слава, спасибо, спасибо, спасибо. Это кольцо на орбите Татуина? Так, а почему дерево и палки отличаются? Мясо жарится. Так, вот когда два мужика жарили собаку, девушка убила оленю. Кто-то мне верит в матриархат. Мы исключительно за матриархат, ты шо? Конечно. Меня что-то дамажит. Матриархат прекрасен. Я думаю, что это Коля. Тебе дышать, наверное, нечем уже. Нет, на мне какой-то дебаф висит. Зрыми газиками. А, у тебя дизентерия, ты воды напилась из озера, не без этого, и у тебя теперь газики дают. Так же, как у меня. Так. Не пей из лужи, как говорится, понимаешь? Пучить будет. Пучить будет, да. Вот нас теперь пучить будет. Бегаем, пердим. Прелесть. Да. Так, и я каким-то образом уже у меня перегруз. Окей, хорошо. Это науменко, спасибо. Пока только Бороседжи из Выживачей зацепил. Так, собночку, смотрите. Рыба. Я убрал рыбу. По сути, аналог собночки. Вот вам газан, кедров, сделайте что хотите с ними. Так. О, всё. Кэпска и спасибо. Так что с Хейл это в итоге? Вы его хвалили, но я вот сейчас играю. Средний онлайн 30 тысяч. Есть ощущение, что он закончит как Doom с двумя тысячами игроками в сети. Что с Хейла? С мультиплеером Хейла всё замечательно. В первую очередь на Xbox, потому что это игра конкретно для фанатов Хейла, которые, естественно, на Xbox сидят. А, в смысле, у тебя с Дианы проживут? Плюс условно-бесплатные игры, такие как Хейла, они сильно очень зависимы от сезона. Не палок, дай мне 24 палки. Палки, блин, дай мне. Лови, Виталик, лови копье. Чё, не поймал? Чё, не поймал? Чё, не поймал? Что скажете про оптимизацию, всё плохо. Виталик на 3080, но кое-как пытается что-то сделать. А сколько палок надо? 24? Да, напихай ему, Ариша, 24 палки. Здесь, кстати, мёртвое, но всё ещё тёплое тело, Ариша. Можно воспользоваться. Так, разграбить. Что я у тебя... А, вот это вот копьё я у тебя заберу, чтобы не тыкался. И теперь... На. 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 А, вот куда ты топор достал? Ладно, понятно. Надо убегать. Ты забыл залезть, когда меня грабил, падла. Давай, Бобик, кусь его. Кусь его, Бобик. Фас. Молодец, Бобик. Молодец, Бобик. Молодец, Бобик. А вот сейчас я тебя, а Бобик и меня съел. Вот, блин. Два дебила, это... Это катастрофа, когда нужно выживать на другой планете. Ариша, короче, спасай человечество. Ариша, пишет Бобик. Я тоже сдохла. Как, и ты тоже сдохла, да, Бобик? Как это, в смысле, ты сдохла? Все сдохли? Да. Какая замечательная игра. Просто какая прелесть. Ай, господи. Ну, ты пишешь сам свою историю. Ага. Все, я приземляюсь. Прекрасно. Ай, у меня снова ничего нет, да, я так понимаю? Кровать не найден. Кровать не найден, да, все. Карлубка Скорлубкович, спасибо. Виталий, смотри, не стреляй в Колю, а то он кинет тебе бал. Вам дали ранее доступ в Halo Infinite, нет? Нет, нет, нет. Ну-ка, могли дать, но... Ну, не дали. Выпустили это, да. Как, мы не взяли, скажем так. Мы не взяли, да. Кому нужен ваш доступ, да? Мои шмоточки, да? Да. Ну, я чувствую, да. Судя по тону всяких обзоров, вот, и хорошо, что не дали, потому что у нас был бы, наверное, самый жопоразрывающий обзор в Рунете. Посмотрим. У меня... Не, ну для меня, Хейла, это всегда научная фантастика. Вот она... Обрати внимание. Что? Ну, давай. Так, сын Фила Спенсера, Декас Бэйса, громаднейшее спасибо просто. Удачного стрима. Игра, кстати, понравилась. У меня вечер донатов. Еще раз спасибо огромное. И до этого был донат. Так, еще он, да? Юрий Минск, спасибо. Вчера прошел метро Исход, я поражен, по мне, шедевр. Скажите, спустя два года на фоне сегодняшних ААА-проектов поменялось ваше мнение об игре? Вы ее разнесли в обзоре или нет? Спасибо. Наше мнение по поводу игр не меняется? С чего бы это? Нет, оно может меняться в связи с разными ответами. Но если, так сказать, на фоне того-то и того-то, вот можно сказать, не, ну, Halo Infinite на фоне Far Cry 6, конечно, да. Но, с другой стороны, ни то, ни другое не заслуживает внимания. О, это мои шмотки, да? Мои отношения нет. Это мои шмотки. Блогер iHiT, кстати, забавный такой чувак, иногда интересные ролики делает, но очень редко. Он как-то говорил, что отношение к фильмам, к отношению к продукту развлечений может меняться. Одно время, например, там был одним из тех, кому нравились последние джедаи. Но после этого самого эпизода, там, Скайуокер Восход, он в последних джедаях разочаровался. Допустим, как один из примеров. Действительно, отношение к некоторым вещам с возрастом или, там, под влиянием тех или иных факторов может меняться. Однако, нет, мое отношение к метро так и не изменилось. То есть, по-прежнему, как раз, на мой взгляд, как максимум, средним сюжетом, а то и посредственным. Вот, с абсолютно ненужными элементами юбисофтовщины и с корявенькой стрельбой. Макса, спасибо. А вам не приходило в голову копье. Я цену, спасибо. В голову копье, это хорошо. Так. Гостмастер, спасибо, господа. Есть планы когда-нибудь посетить Москву. Хотел бы увидеть вас, пожать руки и вручить по бутылке коньяка. Знаю, что Миша не пьет, но все же. Ну, вообще, мы как-то хотели на Игромир съездить, но Игромир, организаторы Игромира поняли, что... Да, чтобы куда-то приехать, нужен повод. Вот дав об этом, Игромир закончился, что... Нам едет АХБТ, закрываемся. Да. Да. Шеф, плохие новости. Да. О, я тыковку делала. Да, а кстати, по поводу, скажем так, изменения мнений, есть, скажем так, игры, которые на релизе были, ну, перехайпленными, да. То есть, там нам обещали одно, второе, третье, четвертое. Ты в итоге, обман ожиданий накапливается. Ну, в смысле, ты ожидаешь одно, потом оно выходит, и ты такой, блин, да не может быть. И разочаровываешься, естественно. А потом проходит, да, несколько лет, и ты такой, уже оценивая, ой, что это было. А все-таки дерево можно пришибить, да, клево. Интересно, да. Ну, как же убого это выглядит. Ну, я не АХБТ, я свое мнение меняю. Адрес кошелька я скажу потом. Ну, с некоторым игрой неплохо составил. Да, а потом, например, тот же самый Mass Effect Andromeda. Ты в него сейчас играешь, уже не ожидая от него, что это начало новой великой эпохи, да, Mass Effect. Ты уже, ну, ладно, играешься там под Mass Effect. И вот как игра под Mass Effect, он такой, а чё бы и нет. Да, там куча утомительного гринда, куча вот этого непонятных туда-сюда поездок. Сюжет такой себе, мягко говоря. Ну, с другой стороны, в последнее время нас сюжетами вообще не радует, к сожалению. Не, ну, в сравнении с последними работами Голливуда или там с Хименом, при условии, что мы откладываем по Химену, ревелэйшнс как серьезное произведение, а не как пост-иронию, то да, безусловно. Сценарий Mass Effect Andromeda это прям Пуллицеровская премия. Я ж тебе про что. Ой, смотрите, там реально. Слушай, подожди. Логвинов, он что, ботов нанимает, чтобы они там приходили на стримы и спамили? Я думаю, что это люди стебутся. Миша, но это когда один человек, два, но тут уже реально куча. Ну, слушай, еще раз, вполне себе элемент посторонний. И спасибо, что значит, по некоторым обзорам, по некоторым обзорам и батла огонь, и фаркрай шестой шедевр, сами посмотрите, составите свое мнение обзора сегодня, это срань. Так я ж не отрицаю. Я, так сказать, на вентилятор накинул на тему того, что я в обзорах Хейла Витт, смотрел. Зай, тебе лопа. Зай, тебе лопа. Дай мне палок, блин. Я не просто так говорил, бросьте палку. У меня палок нет. А, все, есть у меня палки, извини. Сейчас, на, сейчас тебе сделаю. Виши лук. Виталик упал. Коля, тебе нужен лук? Лук нужен? Лук? Давай, да, вашим лук, Виталик. Так, а как мне стрелами с вами поделиться тогда? Так, я цен, спасибо. В условиях нереального дефицита видео как, что думаете, поиспользованию онлайн-треклянцев по запуску игр с высоким качеством? Да. Не себе альтернатива. На момент запуска Киберпанг-277, немало людей пользовались как Киберпанг-2FN. По-моему, Лиша играла в Киберпанг-2FN. По-моему, Лиша играла в Киберпанг-2FN через Киберпанг-2FN. Ариша, вот лук, вот лук, прямо передо мной. Так, Коля, Коля, подожди, а где у меня еще один лук? Киберпанг-2FN, я же два делал. Да. Или оно, типа, уже не работает? Истрел немножечко. Сейчас, сейчас, сейчас. О, господи. Так, мастер, спасибо, а бутылка коньяка не повод, повод, но этот самый. Так, Коля. Виталик, загляни в чат. Коля, лук. Так, лук, вот лук. Так, я же вам уже бросил лук. Что, вот тебе. А, ты уже научил. Я сказал, давай башим лук. Вот я башу луки. Так, а что мне в чат заглянул? Ну, что там? Не, ну, я все-таки, там, там просто сразу шесть сообщений про патриарха и... Ну, так я же тебе говорю, это Логвинов. Я просто, нет, я отказываюсь верить, что это боты. Я тебе говорю, я тебе говорю, он отчаялся. То есть, с ним, с ним уже давно что-то не так, но сейчас это уже как бы, да. А он, в общем, похвалил, на самом деле, Хейл, это я досмотрел. Слушай, нет, я не хочу в это верить. Давайте так, ладно. Я официально предупреждаю всех, кто про эту тему пишет. Давайте прекратим. Я оценил шутки. Все хорошо, замечательно. Мы все оценили. Вы пошутили. Вы пошутили, мы посмеялись. Давайте прекращать это. Если люди так продолжат, ну, я начну банить. Ну, это... Нет, я не хочу в это верить. Нет, я больше не хочу. А что Тохе делать? У него в этом самом обзоре интегрирована реклама. Ему надо как-то привлекать людей. Ну, подумай. Как-то ж нужно это делать. Вильзи, ну, спасибо. Выключите уже этих спамеров Логвина. Ну, вот я как бы предупреждаю. Просто озвучу, если что. Вот, будем смотреть. Ариша, кровать, построй, пожалуйста. Роликинский, спасибо. Советую всем заценить обзор Хейла от Тохи. Такого зарева я уже давно не видел. Говорит, играть в этом в 21-м году нельзя. Но сам же хвалил Battlefield 2042. Ну, так все логично. На тебе стрелы. Куда-то их выбросил. Куда-то, не понял. Куда их выбросил. Короче, а не он шум выяснил. А, все, доверим. Кроватку теперь делай для нас. Я не могу. Нужно кожа и мех. А чтобы убивать, мне нужен был лук. Кожа и мех. Сколько тебе нужно кожи? Ариша, если ты хочешь шубу, ну так и скажи. А то вот это вот я не могу кроватку сделать. Мне кожа и мех нужна. Ну, елки-палки. Какие-то... Это самое... Так, подождите. А что тут делать, пока ты как бы, ну... То есть ночь. Что делать дальше-то? Просто ни хрена? Ночью? Ну, вообще. Вообще, как вы доука докачались. У меня первый левел только. Аугуста Пиночет, спасибо. Из-за травм у меня случилась амнезия. Ранее осенью 19-го года ничего не помню. Забыл очень много чего, в том числе игры. Друзья посоветовали поиграть в проекты в 2000-х. Познаю все с чистого листа. Наслаждать. Да, это правда, блин. Гордон Шуэй, спасибо. Михаил, у тебя кольцо из керамики. Выглядит отлично. Нет, это дерево и смола. Алексей Кораблин, спасибо. Включил стрим. Космонавты в скафандрах выживают в лесу. Коля вынимает свою палку из Виталика. В итоге всех съел волчара. Игра огонь. Десять коленных палок из десяти волчар. Так, факел. У кого-нибудь факел есть? Вот давайте факел сделаем. Давайте сядем у костра и будем петь песни. Мы раз космос или зайдем? Так, я пойду попью. Ну, оно дамажит. Не садитесь жопой на костер. Не садитесь жопой на костер. Отличная идея. А если в воду зайти? О, снимай. Вот оно. Миллениалы, блин. Точнее, подожди, какие миллениалы? Зумеры, блин. Вот, оказывается, костер горячий. Ого. Так. Уя, печет. Угу. Полимит, спасибо. Лучший шмот через костер. Хэдшот по стелсу. Ваншот. Флётр Науменко, спасибо. Пока ночь сиди и жди, пока Ариша построит кровать. Можешь иногда её подгонять палками. Так, палка, палка. А, Коля с себя сбрасывает всё, да? Так. Да. Чё, Коля сезон, да? Коля уже раздевается, так сказать. Так. Что это такое? Что? Хлам всякий. Кофе? Ты откуда кофе нашёл? Кофе? А я что, кофе выбросил? Дайте кофе. Да. Нет, да всё. Всё, да? Вот так вот выкинишь кофе. Ну ладно, давайте через костер прыгать. Уи-и-и-и-и. Как в любой непонятной ситуации, за всеми редкостями Коли, он уже обязательно что-то нашёл. Золотой руки качучина. За 100-130 долларов. Хочу холлблейк перепрыгать. Так, а как раз лежать? Любые наушники подойдут, я так понимаю, для Xbox. Они же в геймпад втыкаются По 3,5 джеку И вперед Я пить хочу, надо попить Подождите, у нас температура А, все нормально, выравнивается В костер зайди Сразу согреешься Ну, какие планы на вечер? Что делать будем? Чай, кофе потанцуем Лежим Игорь Бабанов, спасибо, хорошего стрима Я начал тыкать странные игры Давайте зажарим Виталика Мне понравилось Кстати, прикольно Специфически оно прикольно Так, погоди От вас в лес убегу Обратимся к каннибализму Волки А там волки А в лесу волки, геймеры Подожди, а что это тут такое? А, это не волки, это самое Спасательная капсула Сожрите деда Ну что, Виталик ушел? А, и что делать? А не смотрит он, не смотрит Давай Он Ломаешься Давай В кустах Ага Кустыня в тарис Крепка, все нормально Давай Ну что ты? Иди отсюда, Виталик Нам мешаешь Хорошо Хорошо Я в сторонке посмотрю Как вы будете приседать туда-обратно Это очень интересно В сторонке Виталик посмотрим Да Мало кто знает, что у Виталика фамилия Харланов Однажды, да Шел я по черной-черной дороге Вот И зашел в черный-черный лес Угу Ну, ты увидел там Черную-черную поляну Не будет Коопа, да Кооп там появится На следующем Такое на самом деле Еще раз У меня Хала Инфинита Если Обзорчики, которые это рассказывали Они, скажем так Не досгущали краски А они не досгущали краски Мне особенно забавно было смотреть Обзор скиллапа Который Пол обзора Ну, сюжет Говно Ну, скучно Не раскрыто Обрывается на интересном месте Но зато 25 часов Однообразного геймплея Ребята 25 часов Это офигенно Вот Повторение одного и того же Одни и те же самые локации Одни и те же враги Одно и то же оружие Класс 10 из 10 Оу Не моя Не моя игра года Друзья, дай Ну, посмотрим На самом деле Коля То, что я вижу По обзорам Если так Более-менее серьезно Подходить к вопросу То я наблюдаю Far Cry Который мы потеряли То есть Хорошая Нехароника Не сильно затянутый Процесс Конечно 25 часов Это многовато Но посмотрим Как это будет восприниматься Когда я уже То есть Far Cry С хорошей шутерной механикой Ого, праздник Да Это праздник, да Там весь вопрос В том Насколько вообще Да Вот Насколько работает механика Потому что Если Стрелять интересно Да И увлекательно То то, что там До хрена активности В которых Собственно Надо стрелять Это плюс Если там стрелять Неинтересно Да То, соответственно Плюс тут же превращается В минус И вопрос в том Насколько тебе будет интересно Стрелять 25 часов Не зря же Компании Эпхейла Они Именно что Линейные шутеры Без вот этой вот Юбисофта Подобной Чуши То есть Вопрос в том Как это будет работать Эти категории Не обращай Не обращай внимания На побочки Это не делай Это делай Играй вот так Спасибо Очередная методичка Как правильно Получать удовольствие Обильно Облейте смазкой И вводите аккуратно А не пихайте сходу Ариша А что тут делать вообще Кого-то что-то кинул Что делать в этих Ваших выживалках Объясни мне Пожалуйста Я них она не вижу Виталик Понимаешь Все Ночь Вот Можно на звезды Смотрят Красивое небо А погоди Здесь задания Еще какие-то есть Окей Какая планета Вон там На небе Таланты Господи У меня же есть таланты Какие-то Да Да Какие у тебя есть таланты Ну вот тут Делай дерево Талантов Да ты что Причем разные таланты Бой В одиночку Что Зачем Ветви технологии Зачем Господи Как я не люблю Выживалки Кому это надо Кто в это играет Ариша Зачем ты в это играешь Зачем ты это купила Зачем ты это поддержала Рублем Я не покупала Мне подарили Ага Я даже пыталась Вернуть эту игру Я не покупала Не купила А подарили Не купила А подарили Так может Может это Может Хейло А будет обзор Энскрипшн Естественно Одна из лучших игр Этого года Заслуживает обзора Вот Но пока мы еще Не рассмотрели Все худшие игры года Они как правило Притягивают Куда больше внимания Куда более интересные В этом году вышел Метроид Дредд Какие там еще игры Лучшие могут быть Диск Элизи Файнал Как А ну Разно что Что Легкие дожди Приближаются Ариша Дом Нам нужен дом Видели видео Видели видео Темина про то Что игры Не искусство Нет Не видел Я видел Согласен В основном посыле А я посмотрю Игры действительно Не искусство Погоди То есть Это для того Чтобы построить дом Это мне Вот эту херню Нужно всю прокачивать Они что С ума суши Кто стырил наш костер Ариша Зачем ты стырила Наш костер И унесла его Я новый поставила Это создатель Точно делал человек Который что-то понимает В В В играх Я думаю Нет Вот так Он Он Скажите им Что задание Выполнено Можно улетать Но они сейчас На свои тяги полетят Вы не переживаете Оп Я лишь сквап Игнали Нет Нет Ты не улетишь Никуда К сожалению Так Ой Кто-то бегает Кто это бегает А нам камень Нужен Нам нужен Камень Какой-то олень Бегает за спиной Интересно О господи До свидания Крямая капсу Ребят Открой все эти стены Полы И строй Сколько влезет А че так дождь Херовый идет Он потушил Наш костер Будто из ГТА Сбежал Потому что Да Действительно можно улететь Однажды в темном Темном лесу Темной Темной поляне Я долбил Темный Темный камень Как улететь Как улететь Как улететь На что надо Чтобы улететь Подходи к своей капсуле Для этого Можно ничего не нажимать А это моя капсула Как узнать Что это моя капсула А ты не помнишь Где высадился Нет А должен Идиоты Игры не искусство Слова самого Кодзима Да и этот по-моему Говорил Как улететь Играться Совершенно точно Не искусство Они могут быть искусством Но Опять же А фильмы Это искусство? Фильмы Да А почему Фильмы Это искусство? Я полетела Каждый фильм Искусство Или как? Нет Не каждый Ну вот именно И не каждый Так У меня дубинка Ну Зачем я Молот? Я сковал Молот Тора Ариша нас бросила Она улетела Она приземлилась Вядом с тобой А я вот приземлился Где-то в другом месте Вот Входи теперь Ищи Где мой корабль Так Виталик же натыкался Вот сейчас Там он где-то вот В лес Он бегал направо Ну короче В лес направо Теперь Знаешь как это называют? Теперь у нас Гомогенное сообщество А вот Установилось здесь Я видел где мой кораблик Да-да-да Сейчас у тебя будет Моногомное сообщество Потому что я улечу Нахрен Ленуар Спасибо Во что бы Получиться играть В шутаны Офлайн PS5 А то случайно Купил метро исход Так на легком уровне Для меня это квест А на среднем Боль На PS5 Если купил Метро исход Купи клавиатурную мышку Подсоедини к PS5 На самом деле Здесь банальный вопрос Практики Только подключился Это не World 2 Нет Это тупое говно Тупого говна Это худшая игра Которую только можно было Себе вообразить Я не понимаю Откуда у нее популярность Такая в стиме Просто То есть Каждый раз Когда ты видишь Что в стиме Какая-то игра взлетает Вот Внезапно оказывается Что это Ой-ой-ой Какой шлак Вот Но люди играют Потому что Да-да-да Внезапно оказывается Что этот шлак Популярен Просто потому что он популярен То есть Приковывает все больше внимания Все больше людей приходят Ну и плюс да Естественно Имя разработчика От создателя Дэйзет Ёпсель-мопсель Те же люди Кто до сих пор В New World играет У них рот еще Коричневый И вот они сюда пришли Ариша Я как-то Я влетел А куда летим-то Вернуться на станцию Да? Окей Да Ну давай Вы точно хотите уйти Все А что? Да Петр Науменко Спасибо И вот это Мне уже три дня Нагло пихают В стиме Ну и так Что на станции? О! Кстати у меня Классный чувак Получился Я за его внешность Не отвечал Но разработчики По какой-то причине Решили сделать Такого вот Темнокожего товарища С розовыми губами Явно такими Отполированными Так Чем это интересно Отполированным Ну чем-то Вот Лук какой-то Интересно То есть он просто Красавчик Так Ну что Выберите персонажа Выбрал Так Давай Следующий Следующая миссия Новое изыскание Все Давайте Давайте Новое изыскание О господи Что такое? О господи Ну давайте Новое изыскание Все готовы на новое изыскание? Нет Куда нам деваться? Приглашай нас Задача Задача Выжить Звук забавный Задача Не разорвать себя на клочки В результате подрыва Нижней части тела Задача Выбрать участок Защитный Ага Так Подтвердить снаряжение Да Хрень Только для Нормально Что в игре С таким графеном Такие драконовские требования Ну так Пожаловать в реалии Дейзет Нет Ненормально Дейзет Привет Никита Хохлов Спасибо Виталий Сделай Веб-ку Ариши Больше А себя Меньше Естественно Не надо Может вам еще И надувным Это самое Бассейн Притащить Загрузка Я только Сначала Номер Кашелька Киви Скину Когда Наберется Определенная Сумма Я притащу Вам бассейн В любом случае Это интереснее Чем выиграть В эту игру Так что Ариша Теперь Вся трансляция На тебе Давай Что ж Смучали девушку Алексей Кораблин Спасибо Но лично Мне понравилась Понравилась Выживалка The Forest Прикольная Система Ловушек Против аборигенов И сюжет Есть Был рад Анонсу Сансу Forest Где в Напарниках У тебя Будет Тетя С четырьмя Руками Люди Довольны Так Мы загружаемся Или я один Загружаюсь Или вам приглашение Еще присылать Приглашение Надо кинуть Хорошо Я присоединилась А Присоединилась А как тогда Мне это сделать Через Стим Через Стим Друзей А Да Ну Коли Спасибо В этом костюме Поксонаж Настолько голубой Что скоро Откроет Салон Красоты Так Ну слава богу Никто не видит Чем я занимаюсь Ладно Давайте Это Да Пошутили Хотя Какая шутка Сейчас Мы пошутили Вы тоже Посмеялись А на самом деле Так лучше всего Нормально Не надо Ничего менять Понимаешь Так А у меня Прокачка То осталось О Прокачка То осталось О Так вот В чем смысл Этой игры Денис Молчанов Спасибо Нормально Впрочем Недоволен Виталик Говорят Верните О господи Николай Похож на Оператор У Коли Тоже Фамилия Харлавов Судя По всему Интересная Мысль В данном Случай Тут Лучше Смотреть Чем Участвовать Вот В этом Вы Приземляетесь Вы Приземляетесь Вот Я Вас Изъемляетесь Почему Они Задания Не Перевели Что Заказ Как Надо Дойти На Map Location Какой Короче Куда Поставьте Колю На Весико Я Не Такой Симпатичный Как Орешин Вы Можете Ставить Предлагаю Голосование Аукцион Да Давайте Аукцион Опять Мы С Голой Жопой Почему Опять С Голой Жопой Высадился А потому Что Надо Был В Челнок Сгружать А Твою Мать Так Вот В чем Смысл Этого Челнока Я В Челнок Складывала Но У меня Ничего Нет Спасибо Коля Сколько За Бассейн Это Вот Этот Стрим Закончится Приходите В Дискорд И Мы С В Обсудим Этот вопрос Сколько За Бассейн Так Хазила Спасибо Ночь Темная Полна Ужасов Обзор Игры Икарус Поиграл До ночи Факел Не взял Спасибо Блин Большое Разработчикам Не На самом деле Вот эта фишка Это же Традиционная Для подобных Выживачей В Варк Поиграйте Тоже Факел Не нашли Костерок Не развели Все Вам Рыба Я забил рыбу Палкой Виталик Ты только что в рыбу вошел Я вошел в рыбу Больше никого Здесь нету К сожалению Вы друзья уже прилетели Пока не были свидетелями Моего Моего позора Никто не видел Ну вот Слава богу Где на твой позор Можно посмотреть Я нашла камни Которые можно жрать Как бы это странно Не звучало Окей Ну это синий камни Да Или какие-то еще камни Нет Синий Что с еженедельным подкастом Да будет Будет Сегодня будет Не проживайте Ну вот Процесс идет Все хорошо Подкаст записан Скинчик готов Все нормально Он просто Как обычно Большой и многогранный А все Я могу чем-нибудь выучить А ты хочу Лук выучить Наконец Так Ой О, это мне Женщинам Разрешено обучаться Да Он Женщина не очень Женщина Поэтому То есть он Прогрессивный Ну окей Хорошо Это важно Так Макс Стрелы Бал Лучше чем В Skyrim Хорошо Денис Нужвилка Спасибо В игре Можно заводить Романтические отношения Из вас выйдет Хорошая шведская семья Жила-была Обычная шведская семья Я выучила факел Мы будем жить Слава богу Папа имел маму Брат имел сестру А малыш Не имел никого Поэтому хотел иметь собаку Миша Твои душераздирающие истории Нашла кукурузку Тут целое поле кукурузки Ух ты Я знаю как ее применить Да Что же собираешься делать с кукурузными початками Господи Никита Егоров Спасибо Какой стран Какой-то странный Conan Exiles Или этот Оттуда стыг Или это Создатели И Дейзет и Астроникс Да это один в один Conan Exiles Точнее даже Арк Худшая версия Conan Exiles Блин Conan намного лучше Не знаю Что то говно Что это говно Я выживалки не люблю Вот Я их ненавижу вообще Я их ненавижу вообще В конуне хотя бы голенький можно побегать Не но здесь Но даже это лучше чем сабнотика Вот что я вам скажу Кейтер Потому что тут по крайней мере никакой обезьяны нет Чтобы у меня вещи забирали Сейчас найдем Ничего страшного Ариша Забей его ножом на смерти И обкради этого гада Я нашла еще кислый рот Блин Палку выронил А вот с Виталиком я поделюсь Где вы вообще Будут при нем жрать его И пока он задыхается Пока он задыхается Да Не знаю зачем Вот Друзья Объясните мне пожалуйста В чате Пожалуйста Кто нибудь Объясните мне смысл Вот таких вот игр Почему Зачем Что Ага Ага Вам выживания в жизни не хватает Вот Точно О Так вот где ты какао нашел Я то думал Где он тут нашел Нашел где я какао Я там да Я там какао Так Портативное устройство для сканирования рельефа Так А почему забрать все Окей Эдик нашел А че вот не разобрали тушу волка Так смотри Разобрали Да Нет Мы кости не забрали А че кости можно забрать Блюбайт анонсировали еще 3DLC на лучшую стратегию 2019 года Доволен как слон Наслаждайтесь Петр Науменко спасибо А что такого есть в Таиланде Ну там можно ахнуть парня Девушку слона Ха слона Ты с нами в походе не был на третий день Уже на ура шел Ха-ха-ха-ха Вот так вот Так Хитчет спасибо Ариша скажи пожалуйста Еще несколько раз Кукурузка И никакого бассейна уже не понадобится Кукурузка Ему немножко не хватает да Для того чтобы Насытиться Кукурузкой Подожди Крупный олень Ну я тебе это слово не буду говорить Иначе он прям на мне Ну хорошо если на тебе Коля лови оленя блин Коля Коля Куда Какой олень Сам ты олень Где Ой я вижу Где олень Я вообще рыбку ловил А вы говорите олень А ловит олень Ой зайчик Зайчик Убей зайчика Убей зайчика Убей зайчика Завали зайца Ставлю на то что зайц Звездец Так слушай Тут олень такой Живучий Я вот прикалывает конечно Концепция Космонавты с Каменными луками Я убил зайца Копьем между прочим Понятно Вот так вот Коля напихал зайч А сейчас я его разделаю Надо сделать 10-ти часовую версию кукурузки А тебе косточки Ариша забирай Спасибо Суп сварю Да Из костей Твою мать Да Анатолий Барзанов Спасибо Ребят Ребят Это вы еще в вурм Не играли У вас отличный выживач Всегда есть куда расти Нам предупредили Хайн спасибо Для Виталя Наш мишечка Лепше чем собак Евгений Владимирович Спасибо А я скажу так Какой-то странный Ноумен Скай Однако И напомню Что лайки Скорее всего Двигают стрим Всем добра Да кстати Можно поддержать Стоим лайком Если хотите Стой Олене Да точно Держи Можно краситься Краситься Стелс Есть Как в этом Как в Скайриме Ты в кусты И у тебя глазик Вы вот ничего не понимаете Да Тесла Спасибо Пап Я лесбиянка Младшая дочка Чит Пап Я тоже Блин Из вас кто-нибудь Мужика в дом Поведет Сын из комнаты Я Спецэффект Только что был Нифига себе В этой игре Спецэффект Ножик Твою мать Теперь здесь Ножик нужен Папоротник С каких пор Для того Чтобы скрафтить Ножик Нужно 20 булыжников Блин Миша Как познакомился Жай Без особых проблем Будете стримить ТГА Конечно Да как его Завалить Господи О А я в него Кучу стрел Сунул Неправильно Что думал Устроить Так Может ты в него Не стреляй Ариши Дай Кожа До кости Ладно Стридусь И тыкну В него Длинная Острой палкой Когда обзор Хейл Инфинит Ориентировочно На следующий Оленя Так я иду Квест выполнить Потому что Здесь у нас цель Здесь оказывается На каждой планете Есть цель Вот Это вам Не Хейл Инфинит Блин Здесь думать надо То Цель Слушай Смешно будет Если потом окажется Что это лучше Чем Хейл Инфинит Ну графика получше Не надо халу Обижать Пожалуйста Вижу зайчика Пойду Ладно Это я Извините Не могу удержаться Бывает Вот А вы говорили Что Антон Логвинов Продажный Во Единственное На весь рунет Правду матку Зарубил На то Ну Я убил Кролика Анатолий Борзанов Спасибо Хотя лучше бы Брэсседж Стримили Там хоть поржать А мы стримили Брэсседж Ты Да И чё Как Нормально нам было Так Что я вообще здесь делаю Прикольный саунд дизайн Так Чё это Какая-то Жёлтая штука Такую Клавиатурку Купил Хорошую Маленькую Для Иксбокса Люди Нашли профиль Тухи В Иксбокс Лайв Хейл Инфинит Наигр на 5 часов Всего А все ачивки Мультиплеер Это не показатель Ещё Ачивки Могут быть Закрыты До Гелизы Игры Там ещё И такой прикол По-моему Денис Мажор Что ли Показывал Что Версия Компании Хейла Для журналистов Она называется Вообще Не Хейла Вот Специальная Чтобы люди Не могли Посмотреть Я так понимаю Как раз Те самые Ачивки Раньше времени Да То есть Она В профиль Отображается Вообще Не как Хейла Ну то есть Это специальная Журналистская Версия Да Так Ай Твою Чего Случилось Виталик Сейчас Коля Беги ко мне Пожалуйста А ты Где Вообще По карте Смотри По карте По карте Не Я туда не пойду Там далеко И там Какая-то радиация Показывает Нету 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 Никакой Радиации Здесь Хорошо Коль Не пойду Ариша Мне кажется Он зажарился Под радиацией Я только что Сыграл В Леонардо Ди Каприо Короче Все Ух ты Я Я даже Больше скажу Леонардо Ди Каприо В сравнении Со мной Такой себе Актер Два медведя Неплохо Да Вот так Еще бы Два медведя Вошли в меня И оставили Изломанную тушку А Вот Ты медведей Нашел Да И хочешь Теперь Чтобы Чтобы я Нашел тебя Нет Кто-нибудь Меня поднимет Нет Нет Леспаунься С голыми руками Ты далеко Убежал Следовать Я Между прочим Квест выполняю Для того Чтоб мы убрали С этой планеты Выполнил Выполнил Я взял Из ящика То что нужно Инструменты Занес его Куда нужно Не такие Это сложные квесты А то есть Мы с Аришей Можем улетать Ты все сделал Да Нет Оно еще Все не сделано Поднимите Мой труп Блин Тебе Коля Тебе вот Просто Сто метров Пробежать Блин Сто метров Пробежать Для Коля Сто метров Это расстояние Особо не хотелось Операция спасения Коля умный Коля не стал долбиться Как бы Виталик Не старался Спасти Я спешу К тебе Я уже почти пришел По карте По карте По карте Иди По карте Там рядом Со мной Два медведя Так что Нету там никаких Двух медведей Я шучу Суждали Поднижение цен Вешопе Так все Предсказуемо Стандартная Корректировка Курса Это Науменко Спасибо Выживач Плавно Переходит В игру Найди крысу Подожди Где я Показывает Что ты Вот где-то Вот где-то Тут Кстати А почему Не понимаю Что ты Шевелишь Подожди А вот Вот Прямо 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 На меня Беги Не 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 Вот Чуть Правее Чуть Вот Вот это Вот я Вот это Я Под ногами У тебя Под ногами Вот это Под ногами Куча Говна Это я Коля Вот это Вот я Коля Блин А где Я не вижу Ничего Где Ты Подожди Стоп Подожди Подожди как-нибудь разлагайся подожди подожди стой 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 чуть-чуть левее чуть 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 левее левее прямо 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 но я тебя не вижу я я тебе говорю чуть-чуть левее ты слушай все что я говорю чуть-чуть леветь чуть чуть-чуть теперь два метра вперед просто два метра вперед, два метра вперед, блядь, зачем ты поворачиваешься, ну? Виталик, у тебя, у тебя несколько раз задержка на стриме, если ты по стриму пытаешься смотреть. Я по твоей игре, вот, я же смогу наблюдать за тем, что ты делаешь. Ты топчешься по моему трупу, вот этот вот кусок говна. Я тебе в этом говорю, что ты видишь, что я возле тебя, я тебя на экране не вижу, понимаешь? Так ты меня не видишь, потому что ты... Левее, левее. Тебе нет, понимаешь? Левее. Ну вот же, колем. Ну вот же, ну вот так, колем. Я тебе объясняю, у меня это может какой-то глюк в игре, но твоего тупо здесь нету. Ну может ты просто не понимаешь, что это мой труп, но он на камень похож, только красненький. Вот это вот... Ну медведи меня поломали, ну... Так, все, стой там, я сейчас повторно высаживаюсь, все. Коля, входи, левее. Подожди. Аккуратнее, Коля. Коля, стой на месте, мы просто проведем следственный эксперимент. Я это самое... А вот, вот где ты был, теперь я вижу, где ты был. Я тут не был у тебя здесь. Так, кто был у тебя стырить, пока ты там бегаешь? Хайн, спасибо, почему Коля до сих пор не уволен, Виталик, гори ярче. Петр Ломенко, спасибо, Виталик, разлагайся громче, пусть по запаху ищет. Да, я же сразу предлагал, что надо нормально разлагаться и все будет хорошо. А он же живет. Спасибо, без видео это все звучит как запись с масса. И без ловкого секса. Виталик, ты идешь? Я иду, я иду, я иду, я иду. Ты не надо то, что здесь лежит. Тихо, 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 тихо. Я иду, я иду. Виталик, еще эту модель не вижу на экране сейчас. Ты от первого лица включил? Да, 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 да. А за Виталиком опять медведь побежал. Что за кернем? Я не понимаю. Коля, тут, короче, еще один медведь тут. Да, то есть ты... История повторяется, в общем. Ага. Сейчас опять зашивется. Я вот он, вот он, медведь меня поломал. Я как камень, только красный. Короче, не бегите ко мне, не бегите. Просто за... Не бежать от тебя. А то я так чувствую, что нам опа будет просто полное, все. Нам сейчас, походу, будет жопа, потому что у меня сверху горит уязвимость, а она заполняется. Должно гореть пониже где-то, наверное. У меня горит везде. На самом деле, с какой-то стороны, это даже веселее, чем про драконов. Здесь хотя бы не так часто умираешь. Ну да, здесь хотя бы такая совсем... Смотря кто... Коля, смотря кто не часто умирает, давай. Не хочешь прогуляться по лесу? Я тебе могу показать медведя. Гравлин, спасибо, F. Типа того. Я по нему и гуляю. Ариша, у тебя на кровать денег еще не хватило? В смысле... Нет. Не надо меха, 20 штук. А где нам брать мех? Мы ехать, у него деньги на кровать. Так, я за оленем не пойду. Извините, но это... Гиблое дело. Я вообще пойду в другую сторону, где медведей нет. И где? Может быть, найду верного друга, который не будет ссать на мой труп. А поднимет его. Не будет делать вид. Я не вижу. Я не вижу, где он. Ты точно здесь? У меня, Коля. Если я не видел. Я не могу, что выиграли. Честное слово, не видел. Не было. Вообще удивительно. Реально не было. Ну да, да, да. Виталик, а убей мне медведя? Убей медведя? Для меха. Я могу показать отлично квеста. То есть, как медведь убивает меня, но как мне убить медведя, я даже не представляю. Спасибо, Коля. В следующий раз пометь Виталика, засадев ему заранее палку. Антоле Борганова, спасибо. Мех нащипать с медведя. В следующий раз зовите Логвинова пятым на стрим. У вас как раз между Ариши и Николаем. Место есть для него. Пусть вместо Миши комменты, читай. Ооо. Так уж. У нас денег не хватит. Как сказать? Я боюсь, что да, мы не сможем себе этого позволить. Трут со спиной медведей вертится Виталик. Виталик, блин, только горит от того, как трутся медведи в этой игре. Ну-ка здесь степень телесного. А, так, что можно сделать? Возле Виталикиной могилы какие-то растения красивые. Так, я слышал в этой игре классные донжоны. Пойдем в донжон. Надо будет его только найти. Потом опять Коля левее. Левее, проверю, Коля. Вот он я. А вот это красное пятнышко, да, полтик струкзи. Так, а что выучить полезного? У нас квест, между прочим. А что такое оксидайзер? Это та самая штука, которая позволит нам кислород вырабатывать из камня. Нахер, я камни поем, ладно. Камни поем, окей. Нужен ли нам ящик для предметов? Нам дом нужен. Дом, да. В котором что прятаться от медведей. Я слышал у тебя во дворе дом, на. Зачем тебе там дом, на? А я в нем живу, на. Да, в данжен вход 300 бакс. Я сделал, я выучил, значит, балку, пол и стена. Так, а как тут вообще прокачка идет? Я не совсем понимаю, за что я получаю опыт. За что? За какие действия? Вот медведи меня сколько поубивали, опыта я не получил. А вот надо было наоборот, Виталик. Но ведь я получил ценный жизненный опыт, что не надо задирать медведя, чтобы он не задрал тебя. Ты усвоил важный урок. Нет. Могу пол прям на землю положить. Так, подожди. Я могу построить... Так, оксидайзер, волокна кожи мне нужна для оксидайзера. Окей, волокна и кожи. Я тоже могу на землю положить. Мне для этого даже нагибаться не придется. Мам-мам-мам. Так. Пошли не убивать. Попадение убивали. Надо убивать, потому что, Ариша, ты сразу нацелилась. На взрослого оленя. Надо начинать с детей. Не, я-то взрослого оленя убил, но там прям реально очень много ресурсов. Да, потому что он идет рядом с ним, бегает детеныш. Надо сначала детей убивать. Вот, смотри. Вот я маленького оленя сразу завалил. С двух стрел. Это, наверное, господин, первый данж, логово медведей, Виталик сразу сгорит. Опыт был в том, что не надо злить Колю. Так, 26... А, это Коля. Я поставила пол, будут стены. Оленей надо крутить. Я думал, в сердце. Нет. Оказалось, нет. Нет, шокик не помогает. И надо... Детей надо сначала просто убивать. Проближаются даже... Да сколько ж можно, ну? Я говорю, дом нам нужен. Ставлю. У меня такой подолкнул. 20 шкур, чтобы сделать кроватку? Ни хрена себе. Раз, два, три. Позовите женщину на стриме, и она вам и дом построит, и костер разведет, пока мужики бегают за медведями и танцуют на костях. Умирают, да. Сколько тебе шкур надо? У меня пять есть. Мех нужен 20 штук. Ну, мех. Фу, шкура. Ладно. А, вот, маленькие такие олени, это Бэйби Дир. Бэйби Олень. Так что себе позволяешь? У меня пробежал, кое-как. Ты дай ему так, спасибо, Коля. Такой милый голос, когда он говорит, как надо убивать детей. Он Ганнибал Электоры не играл? Нет. Я мог. Я имею в виду оленей. К сожалению, сэр Энтони Хопкинс Колю обошел. Анатолий Барзанов, спасибо. Я бью женщины-детей, потому что я красавчик, потому что я сильнее. И они не могут сдачу дать. Кролик, стой. О, все, четко. Так, ухать не с разами насчет детей, но как бы. Мы про оленей. Олени, у нас лосей сейчас нельзя убивать. Олени можно вроде бы убить. Лоси, лоси. У вас так мало засталось. Да, осталось. Здесь миль сейчас опасно, потому что он там из Соня товарища. Якобы, да. Так он же не оленей. Ну да, он там на местной окупай известно, чего филяин наткнулся. Ага. Ой, слушай, а реально, здесь если хэдшот, то прям как будто в игре снайпер. Знаешь, тебя как-то на стрелу перемещается и такая вжух. Как в Фоллауте. Ага. Ну, классно. Так, теперь нам нужно, чтобы... Так, шкуры. Сколько мне шкур нужно? Так, мне нужно еще одного Олени. Коля. Доктор Шокотрол, спасибо. Может, все редакции Факторио с модами? Не, там страшно, спасибо. Евгений Феоктистов, спасибо. Виталик показывает миниатюру. Да я за один лям я в поле зайца лопатой убью. Я бы с Виталиком сходила в Кооп Фетов фармик симулятор. Куда, куда? Фарминг симулятор. Ой, слушай, там что-то слишком сложно все в этом фарминг симуляторе. Хорошо, мне там не сложно. Там удои, там что-то считать нужно, поле засеять, потом урожай. Удои, надои. Удои, надои, да. И все ради того, чтобы купить трактор. Когда в Кооп... А там же в аренду можно брать, а не их покупать. Да? Да. Так. Меня во всем этом могут привлекать только веселье на Сеноваль. Угу. Я на ее стрим зашел, сразу ей говорю. Колхозница. Очень большой, но чистой любви. Когда стрим по Final Fantasy XIV? На следующей неделе, я думаю. Когда серверами разве... Ёп, твою мать-то, вы задрали, медведи, ну... Коля, отвлеки его. Отвлекай медведя, да? Ага, сейчас. Ну, твою мать, ну сколько это... Я не понимаю, что за проклятие, ну... Сколько надо задонатить на медведя, стрим без медведя скучнее. Медведь бесплатно он пришел. Александр Шмауков, спасибо. Long Dark, вот где атмосфера выживания в Канаде. Вот где атмосфера выживания... Ариша, построй дверь. Ой, ой, неужели... Какой медведь? Здесь ходят за медведи? Интересно. Интересно. Как это тут ходят за медведи? Он ломает мой домик. Ай! Виталик! Кому привел вообще, да? Ленуар, спасибо. Мини-игры в РДР2 с разделкой оленей были лучше, чем вся вот это вот, во что вы сейчас режетесь. Виталик, ты чего привел вообще к девушке? Фильм вылезли, что ты обезьянчик, короче. Обезьянка подросла и вылезла на сушу. Ага. Коля, убей его, блин! Коля! Ой! Я пытаюсь. Лаговаз, завали-ка. Ага. Ну вот он за Орис и гоняется. Это я! Я спору! Коля, теперь ты за себя. Давай. Коля, от тебя все зависит. Вот тому влежь. Миталик пришел в неделю и сломал тюрьму. Медведь очень жирный. Агент Логвина. Петр Науменко, спасибо. Ариша, Коля, забирайтесь на камни с луками и ждите, пока мимо пробежит что-то орущее с медведем. И стоит. И Миша встал, да. Что я сделал? Ну это другой Миша. Ага, я понял. Александр, Алексей, корабли, встал, но Виталик прячется в капсуле, ты же космонавт. О чем эта игра? Да, я, кто идет, зачем медведь? Это земли, ты землиц на него. Сверху. Так, а какой медведь? Какой медведь? Если медведя. Такая извращенная версия фейситинга будет, я понимаю. В целом... Ну он же Миша, медведь, Миша, поэтому... А вон он по первому. Не пришла эта идея в голову. В целом реалистично. Чего в этой игре не откажешь, так это в реализме, да. Горит хорошо. Ариша, а почему ты уже... А как ты дом построила? Потому что ты уже пятого уровня? Нет, я третьего. А как ты открыла стены, дом? Вот это вот. А вот там врачи... То лимит, спасибо, они в воде медленные. То удара ножом в нос и все. Ой. Там медведь. Там медведь. Сейчас медведь сдаться будет. Медведь! История про... Пойдем купаться, медведь. Говорят, ты в воде медленной. Слон при звуках дудки теряет волю. Вот и сиди там. Блин, мой дом с лома, скотина такая. Вы уже там? Вы уже восстановились? А проблемы с производительностью с медведем только на стриме были? Или такая оптимизация? Это дерьмовейшая оптимизация. Я играю с DLSS на максимум. О, медведь! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не дышать. Он там возле... Не гратить. Коля... Тихо-тихо-тихо-тихо. Не двигайся. Тут медведь рядом. Что? Где рядом? Вон там, на берегу лежит спит медведь. Все. Спокойно. Ага. Так, погоди. Так-так-так-так-так-так-так. Пойдем будить, говоришь, да? Конечно. С медведем веселее. Две четвернадцатого уровня, кстати. я ничего не делал конечно но все само коли что-то нажала медведь проснулся до петру науменко спасибо коля беги медведь не знает что он в воде медленно вы дети танки вообще хана вашему медведю понятно смысл это убил медведя я убил медведя понятно вообще-то ты его добил ты его добил я ему там напихал по полной программе фиг бы ты его поймал да если бы его не загоняла действительно вот так вот всегда работаешь работаешь а тебе не зарплаты не признание вообще медведь напихал как тут выкинь зайца и говно своем виталик выкинь зайца клавишу c чтобы весь стрим видел не я технически понимаю почему такие игры становятся иногда популярными как мне от этого говна избавиться от чего от зайца зайца наверное это кожа шкура или просто часть моего организма и ты просто подел труп зайца тебе надо его выкинуть или мне медведь этого зайца поднял ты убил зайца и поднял его труп выкинь труп зайца я не выкидывал я его разделал это другой зайца до этого ты зайца поднял чего так у меня нет зайца в инвентаре нету в инвентаре нет он тебя на поясе лежит если ты посмотришь тебя вот внизу строчка у меня защитный костюм нажми на букву о и ты выкинешь зайца так хорошо да и выкинешь зайца смотри сейчас копает его выкинешь опа все точно все заяц но выкинут дело мастера боится сейчас я спасибо без видео это все звучит как запись ножа так это очень считал так нужны денис нож вилка спасибо ты медведи а как вы это дайте мне факел все наконец-то да евгений феоктистов спасибо медведям притвориться мертвым то медведь не тронет способ не работает во время брачного периода медведь как просить а как зажечь вакел что-то не так ленуар спасибо кстати только что заметила что все четверо в очках получается что эти ваши компуктеры ведут не только 14 миллионам баксов но 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 что поделать не только 14 миллионам баксов но и к близорукость а иногда близорукость приходит одна меня зрение испортилось в детстве когда во первых офтальмолог неправильные диагнозы ставил мне все время накручивали диопты хотя этого делать было нельзя вот и из-за того что я очень много читал слишком дохрена читал и у меня тогда компьютера не было в принципе потом как когда я впервые в жизни сходила к нормальному офтальмологу ну не к офтальмологу специальную эту клинику который этим делом занимается мне один раз это было для 20 назад 15 ладно где-то 15 лет назад выписали рецепт очков и с тех пор у меня зрение не то что не ухудшалась у меня стих по зрение даже когда я приходил на повторное исследование мне говорили о это странно но вроде как даже немножко диоптрий можно снизить вот и все при том что я сейчас втыкаю в компьютеры целыми днями а у костюма есть фонарик чё почему не работа посмотрю управление там включить костюм фонарик я думаю сделать нужно сделать и крутой костюм сначала в котором есть фонарик а как рубить и чтобы фонарик и как я так понимаю что нельзя от парки держать как бы факел и рубить а ты где давай я буду рядом стоять светите ты будешь рубить где 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 наобле руби руби а я буду светить в конце концов светит легче чем убить поэтому давай даже в игре получается рубить даже подсвечиваю даже в игре даже в игре сам devil спасибо проверьте донаты от очка виталика он скажет как все было горело полыхало до роман королёв спасибо какое-то безумное сорти из идей всех выживалок последних 10 лет смешать но не взбалтывать рокет гениальный гейм-дизайнер сарказм сочувствую вам погоди так можно козь погодите погоди 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 не руби лучше интересно если есть тут такая механика чего не посмотреть что будет до полимит спасибо детали подожги лес пожалуйста по злимгрету тунберг на тебя так бедолага спасибо привет друзья у вас самый крутой канал вы употребляете алкоголь играете ли вы в казино у вас там можно ну во-первых алкоголь не употребляем это зло ну вот миша радикальная время от времени вот по поводу казино есть да те люди обирают людей по полной программе тех которые хотят чтобы их обирали но нас и горная зона в калининграде да 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 ну такая начали блин кого кто этот ваш калининград поедет ха ха действительно петр науменко спасибо два мужика факелами заставляет девушку валить лес ленуар спасибо виталию близорукость сама не проходит от очков у вас дальнозоркость развивается очки в результате будут на носу возможно у меня все проще будете продал как там говорилось будете продолжать дальше ослепить это ледь через 10 вот вот так вот пропал глаз да бишь как это если вы не бросите то скоро ослепить миша когда лететь начали не помню пару лет назад на я за такими вещами особо не слежу я слежу допустим так как а как а как а как ты подожгла это как ты подожгла ну присела тогда что за хрень раз два три елочка вау не ну все ребят игра года здесь по крайней мере в отличие от этого вашего хейла инфинит здесь можно поджигать лес фая коля подожди взрослый инженер спасибо шалом хлопцы за вас и медведи первая собнотика рулит удачной игры ждем когда сыграете в сквад давайте попробуем можно тебя поджечь или нет смысле что этот стрим не доказательства кстати ему ёптель заказ выполнен горит полыхает побежал побежал тушить а чё делать то не ну по крайней мере хоть реализм от создателя дизет меньшего я и не ждал ну хотя бы хоть это самое поугадать можно но ну вот разве что а пожар то распространяется кстати может грета тумберг была права а ребята а планета не в порядке миша каково это быть женатым 37 напиши чувства если не сложно все отлично а что меня что друзья у господи реально пожар ну не но в хала после нашего обзора гореть ну да 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 очень легко видно где вообще весь экшен происходит слушай ориентируйте на пожар ну все зато зато во проблему с медведями решили точно не сунутся жаль что не как-то дня кстати красивый но горит прям так хорошо только не среди медиазвещения да еще раз здесь правильно люди отметили что это вот прям куча идей каких-то причем вообще как-то без систем как это обычно выживал как и бывают как будто в других выживал как есть какой-то финальный смысл люди просто страдают херней что построить домик это вам не вальхейм я хотим хотя бы разработчики позаботились о сюжете сценарий прохождения то лучше взять холлблейд или хорайзен зеродон но мне это это нравится холлблейд это сюжетное атмосферное приключение зеродон при боевых открытом мире то больше нравится принципе можно пройти холлблейд он короче потом если что еще и зеродон зацепить когда первая обезьяна нашла палку работать начала вторая кстати реально вот этот недостаток то многие люди отмечали когда факел ты не можешь взять факел во вторую руку чтобы заниматься делом ночью блин так все логично занимаешься делом ночью ориентируйся на горящие деревья да там виталик бегу горячка малень бегает так всем кейм создать так 5 сейчас операция так подпрыгнул ариша блин он ступеньки еще надо чё тебе что красную дорожку не сделать пеньки ему не умею я покажет так типа за это были ведь спасибо planet is fine people а факт классика требуется вы пишет всем люлей так спасибо вопрос виталику играл ли он настольную игру ужас архема жека и помню у него на полке стояла раньше нет ли желания пройти в тейбл топ симулятор так сейчас я нет виталик поигрывал в ужасах я поигрывал да прикольная тема была мне очень нравилось так как понять когда мясо о ну слава тебе господи есть в отличие от этого самого вольхейма что это за зеленая херня вот это вот логотип игре бокса не да 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 здесь дым хотя бы не собирается хоть не задохнемся так рожечь костер в соломенном доме реализм 12-10 логик вадим сергея спасибо играю в might and magic 7 накатил почти с появлениями графической адаптации под современные мониторы смотрится отлично даже спустя 22 года после выхода это игра прекрасно или современные годелы рукожопа хороша был вам нравится так александр спасибо всем добрый вечер немного опоздал на стрим я так понял игра про ама а могусов которые выживают мире где медведи не любят аниме где никто не любит медведей блин долбаный медведь долбаный ненавижу блин медведи а мастер magic 7 великолепная игра а мне очень нравится я в них время провел много-много часов хэппи за вулон спасибо виталик зачем тебе факел подожди медведи анатолий барзанов спасибо будете warhammer 40 к дарктайд стримить как выйдет конечно кстати у меня вопрос по поводу опыта здесь правда но не видно сейчас я перевернусь мнение сейчас не видно за твоей рожей вот именно да 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 вот рожу свое опустил вот у меня написано level 2 но вот зона большая красная вот эта зона которая типа заслужить типа должен набили типа да у тебя наказание за то что ты умер и тебя не не оживил я 3 типа воскрес потом эти снова будет опыт расти несправедливо нечестно я я я за я за вас умирал я за вас умирал блин теперь я же я же страдаю да да ариша по моему у нас кусты проросли в доме это нормально а ну окей ну окей так чем займемся спать так можно спать короче надо три кровати ариш начи не поспим ну так очень а у меня меха больше нет и кожи коля я могу тебя отвезти к еще одному медведю да 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 я слышал что это помогает останавливается за всем в одной кровати спать нормально укладывайте нельзя как это нельзя нельзя дом высокой культурой ну ладно кто в это играет не могу поверить кстати сколько людей миша проверь сколько людей еще сыграет в эту игру на steam db да смотри вот сейчас и сколько было сегодня в пике 52 тысячи больше чем в battlefield сейчас 36 для сравнения но больше чем battlefield наверно ждать для сравнения battlefield 20 42 пик 33 600 сейчас 22 700 вот так официально эта игра лучше battlefield ахо потому что буду филде нельзя поджигать да да а вот добавили бы они добавили бы они медведей сразу было бы интереснее да да ну естественно кого выкинула чего выкинула молодец так окей а будет утро на что такое скучно ну чё-то как-то да у него не стало скучно да все видно надо еще ко мне на у господи вы пошел спать роман королё спасибо системные требования этой поделки вызывают недоумение по меньшей мере ну так виталий максимальный мы помна средних настройках у него тормоза и так сейчас я покажу свои настройки это просто здесь так смотрите средние настройки вот разрешение текстур средние там что все это все выключено нафиг вот производительность четкость dlss все минимум чтобы ничего там не светилось трассировка здесь еще трассировка лучей есть выключено естественно но меня просто поражает что лик пока ты показывал ты поджег наш дом дэн макс спасибо вам не короче виталик поджег наш дом да подожди его за это убил да ты строила а вот взял и поджог показывать у него здесь понимаете ли я не хотел я стал просто с факелом на этом все стол человек дырявы спасибо ребят назовите топ-5 игр за все времена на самом деле не будет какой-то конкретики потому что вы просто услышите ну набор условно случайных проектов которые так или иначе впечатляли на протяжении биографии от анриэла условного то что попадет в голову до холлайфа финалки какой-нибудь там медведь горит или кто горит и мех и кровать подбери кровать витали первый раз вижу чтоб за кроватью за кроватью побежала женщина в горячую избу зашла а чё она не горит кстати чё решение горит не переживай как полыхает а ну а вы говорили макс вам не кажется что у вас на стримах перебор с толерантностью крепкая мужская дружба сильные женщины и бодипозитив в одном флаконе перебор нормально все у нас да хай спасибо с уважением туши виталий к бассываю ой так чё мне пить захотелось анна бекеш спасибо надеюсь найдется человек который сделает нарезку лучших моментов данного стрима это просто этот стрим внезапно получился веселым да вообще за год за догнат так мы уже светает ариша нам следующей ночи все-таки понадобится еще что-нибудь так удачно прогорели как раз под утро да там деньги под половицей если коля спокоен значит все нормально ничего там не лежало главный шутки да если там деньги лежали колеб уже бежал туда я пуля такая о кукурузу где жареная кукуруза кстати было и костер кстати костер древесный уголь вот это зачем не знаю ариша если нужна будет жареная кукуруза у меня ее много я росла так ты нас отошел на 3 минуты они уже дом спалили виталик спалил это не я спалил это блин физика так ну все давайте это самое что нибудь как как тут опыт вообще зарабатывается кто-нибудь знает а то я что-то не знаю долблю рублевыми толку никакого даже дом спалил и все равно опыта не дали а то есть если что-то делаешь опыт идет хорошо за подбирание чего-то то есть за подбирание тоже сжигание вот не дают сжигание вот не дают да но кстати дамы и бы давать опыта могли бы давать и вы его даже и опыта да не опыта да и полицу если надо и полицу если надо початка кукуруза конхолина это мне так то еще столько опыта так подожди у меня плюс 10 опыта то есть мне нужно набрать 18000 опыта и дается 10 опыта за то что дерево повалил лучше с ума сошли но это как разработчикам а если большое дерево тогда больше дают о чем больше дерева срубил тем больше опыта интересно хорошо что играть хорошо шоу хорошо ясно патри мне видит петр науменко спасибо когда уходил ужинать слышал фразу виталика тут деревья поджигать можно я что-то пропустил собственно с этого все и началось анатолий барзанов спасибо когда в следующий раз захочется выживать и попробуйте space engineers он не такой утро хардкор как в урум он нормальный 10 декабря выходит сюжетный 20 терминатор resistance annihilation line в котором рассказывается история джон отца джона коннор я нашла волка это то который эксклюзивом для playstation 5 выходит но на ps5 и пока но заявлено основной эксклюзив ps5 это конечно вообще безобразие подожди серьезно это консольных сделали ну на пк из 5 до консольный эксклюзив ps5 и града доступна везде а длц к ней консольный эксклюзив безобразие на самом деле так делать ну авторы рэмбо показали свое называется гнусную сущность напомнили что рэмбо однажды автор рэмбо навсегда когда финалку пойдете а то сейчас там очереди по 10 тысяч человек бывают ну вот когда очереди рассосутся тогда и пойдем до кровать удалось спасти а самое главное а мы так морро спасибо здоров ребята всем удачи виталий смотрел когда плачу цикады если нет то посмотри обязательно миша это правда что ты теперь женат или где да правда по поводу когда плачут цикады я не смотрел и смотреть не буду горячу это грустно вот новый сезон джоджо и вот это да вот а вот это по мне в чем эти легенькая веселенькая вот это джоджо это нормально что они все время орут как будто что-то очень эпичное происходит так там всегда очень эпично что-то происходит вот он по улице прошелся я вот и все же они мы все на пафосе ну как в аркейн да 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 не ну аркейн это на самом деле слабенькое аниме вот к сожалению я ожидал большего такого эффекта в сравнении с джоджо конечно вообще ни о чем если что мы просто тролли маришу которая всерьез думает что аркейн это не аниме ох уж эта молодость так стоит ли ждать bloodlines из разряда вдруг что-нибудь сделают что за лесоповал опыт я тупо набиваю опыт построить себе дом любовь и кровать до вас station спасибо после вашего видео кто играет не вот я был зол на вас но а после вы были правы я не встречал токсичных белорусов кроме одного дайте тапк нн спасибо на релиз киберпанка миша уграл с панама виталий тащился от юристки джуди через год виталий уже за панам сюжет из одних страдашек джуди расстроил джуди унылая не так нет жуди нравилось чисто внешних успех тоже женщину судят за ее глубокий в них мне как уже ты внешне блин и по нам там жопа в принципе все вопросы закрывать так потребление кислорода голод накапливается медленнее и в общем-то пофиг поведением базовая скорость передвижения вот зато буду романе буду бегать от этого самого медведя от медведя ариша ариша а как я не до конца понял как ты прокачала вот это стены пол где это вообще вот я могу только балку какую-то строить а то вы тебя уже балку а дальше там открывается все остальное да интересно хорошо тогда давайте я буду одежду делать вот правда хоть шот оленя ой хорошо красиво да так одежда стопы ноги реалити шоу дом 3 так теперь мне нужно как-то starfield на минималка это вообще непонятно что на самом деле но на меня чем да зачем в это добровольно играть я не понимаю опа идите сюда нищеброды сейчас что-то покажу где они модный космонавт я не уверен что я хочу это видеть пока кто-то там дом строит симулятор дядя виталя все продумал так сказать а где вы кстати я убежал подальше показывать что-то собрался я не уверен что хочу это видеть а подожди а куда ариша убежал зачем так далеко ожидаете от новой матрицы то ничего особенного если сильно не обделаются то а у меня в принципе не фанат матрицы даже первый поэтому я наоборот хочу чтобы они очень сильно обделались у него кевина смита ну потому что я не верю в то что они сделают нормальный сиквел да и исходя из этих соображений чем сильнее они обделывают тем смешнее это будет самом деле да я здесь колей соглашусь потому что я как человек которому матрица не особо нравится не первая не вторая не 3 туда нет еще еще нет тоже надо будет обязательно тоже кверк кодов нет минус козел не я просто в кино не хожу я тоже жду спокойно на стриминговых сервисах там посмотрим так я нашел давно перестал ариша для кровати сколько мхана да не чем тут кевин смит красиво обделался с мха химена новый химен господи кому не пофиг на химена и внезапно столько фанатов химена развелось в этом мире даже как-то странно не первый раз услышал что оказывается какой-то кевин смит что-то снял про какого-то химена отличную комедию на самом деле снял траги на скале траги фарс ну это если ты фанат химена тогда траги фарса если нет то очень даже до надпись так в общем все игра года все какого до позапрошлого сколько мехов нужно чтобы это превратилось в мех вове в этой игре так много меха что миша скоро пообещает сделать обзор и так макс олень ой серно черно а не понимаю кто тут приземляется постоянно вы слышите не понял а куда-то улетаешь зачем вот возраждаюсь зачем а как-то умираешь что хрен его знает стою рублю дерево хренак умер где моя писали что у виталика вебка вниз уехал но он есть снялся опустил чтобы посмотреть там какой-то элемент интерфейс а в этом плане да это вот так вот в угол так эндгейм спасибо аркейн это не аниме вот пусть коля вам расскажет что это продукт клиповой культуры с википедии или как-то так вроде в дискорде ему доказывали это netflix аниме серии все так страйкер спасибо подскажите купить час ps5 или подождать когда выйдет ps6 так ну надо отвечать на вопрос или нет да и ждать тогда графоне и ps8 там вообще 820 fps репер донаты вообще поля в капсулу может взлетит я не до конца понимаю откуда тут столько этих козлов оленей как будто на это самый в администрацию твича пришел ну как будто тут никто не поджог только что огромный такой дом до не полыхнула но куда на что прибежали зачем блин тормоза конечно жесть просто тут еще и следопытить можно оказывать смысле если вот кровавое пятно на земле нашел на него тыкаешь он тебе показывает олени в ту сторону вовсиль мопсиль это игра года так я что вообще с добычей еще след крови матерь божья ребята лишь бегает соленем на спине и следы крови оставляет решим молодец дом построила оленя завалил на своем гробу притащил да вообще было бы хорошо то там за шлемом такая рожа извините меня же это просто ужас но допустим на это он не очень идет из ретурнала сбежала так 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 давайте то есть сейчас начинать играть в арт фрейм что там с поддержкой игры и донатом с поддержкой игры говорят все прям зашибись там выходит какое-то супер масштабное дополнение которое должно там прям раком всех поставить вот права фрейм если только начинать собираешься туда если кто уже играл давно и сейчас пытаться начинать заново это вообще капец это тот случай когда контент настолько много что плохо что не успеваешь проходить все они наваливают новой и разберись ну да и кстати варфрейм так я когда выходил я там куда по-моему три назад так чисто загружал такую думаю нихрена си вот эта игра расцвела восхитительно нафиг надо это играть да 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 потом так ну просто там реально кучи планет кучи активности пвп чё ты открытый мир вот и все надо делать да то есть игра слишком поражает уже масштабом вот почему ты возвращаешься после того как ты играл когда-то они встречают там а вот у нас вот новый вот это вот это вот это нет почему это же обидно а это не моченок живи тут виталик вот в этой вот я и буду откуда ты видишь что я делаю сзади стою и смотрю по крайней мере этот дом точно никто не сожжет да я тебе конечно верь разве могут быть сомнений я и сам все это видел это наш с тобой секрет да никто не сожжет но всегда найдется товарищ с киркой блин здесь реально просто 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 бежишь думаешь блин вот сейчас вот здесь костерочек все наконец-то нормально буду тут ночи коротать пока это один стрим будет конечно да конечно мы game awards и ни в коем случае не пропустим вот здесь говорят где-то пещеры есть давайте пойдем поищем пещерку если срубить сгоревшее дерево получится уголь ничего себе у меня инвентарь забит ахак дарри какие прогнозы насчет данной 2 и gothic ремейк но еще данной 2 если это будет просто развитие идеи первой части меня этого будет достаточно судя по всему это мы получим насчет gothic ремейк пока рано что-то говорит нам еще не показать так максим спасибо привет какие у вас ожидания 22 года какие релизы ждете верите в их качество и знаковость для индустрии вам не кажется что дно пробитый сейчас будет отскок в сторону повышения качества игр до втором году мы ждем супер хиты от sony во первых которые я надеюсь выйдут в том числе и на пока дальше мы ждем наконец-то игры от microsoft я надеюсь что obsidian уже пойдут какие-то ролевые игры ждем старфилд да 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 hell blade возможно тоже выйдет в двадцатом году а на корпорации типа электроник артс и activision blizzard насрать просто пусть делают все что хотят есть уже другие компании которые готовы что-то предлагать вот и все да вот и но электроник артс есть зампелла все таки ну вот пока слушай но игры не делают в момент и ты же не можешь сделать просто хорошую игру ну просто потому что ты хочешь все равно у тебя уйдет пару лет поэтому пока зампелла что-то сделает пройдет года два-три может быть даже больше по моему я думаю что те ребята которых он недавно возглавлял по моему давно уже делают продолжение джедаи fallen order а это команда осмей вот так вот и джон там был то ли продюсерам то ли кем-то да он главой респондов в тот период посмотрим если джеда джедаи fallen order можно ждать в принципе почему нет это неврятно сделают хуже чем-то чем то что было поэтому ариша нам между отменным билл 2 да я не хочу видеть эту электроник артс обычно к третьей части обсирается поэтому вот а в следующем году от ubisoft мы наконец-то увидим гост рекон на фортнайт не снифаянт не если не отменят да скорее всего отменят я надеюсь что у них мозгов хватит но просто если не отменят то все это литали им хана вы кстати обратите внимание у них акции крупных компаний сейчас в такой жопе то есть здесь касается и и activision blizzard и electronic arts ubisoft вообще трындец как будто что 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 не задохнулась да увлеклась синюю таблеток бангу спасибо игра про трех поросят ариша строй на воде мне кстати эта картинка по интернету сейчас гуляет смешная дома четвертого поросенка был построен из черепов волков не очень практично зато дает четко понять что имеется в виду сандэ фаде сандэви 1 спасибо варфрейм топ начал играть после destiny 2 кайф митрия ножкин спасибо а зампелло может изменить в лучшую сторону батлу 2042 вряд нет смысла это это как это это уже вышло да это этому же viagra не поможет там уже заново надо пришивать отрезать старый пришивать новый да просто такие игры они должны сразу набирать популярность и после этого ты должен ты можешь кормиться на аудитории который тебе удалось зацепить чем больше аудитория тем больше шансов что они купят всякие dlc шки и косметику когда 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 аудитория вот такая о чем тут говорить финалку смогли перезапустить там радикальная была смена разработки очень серьезные процессы или кто никак проще запустить батлу ну и в отличие от ftp шик которая зависит от сезонов то есть можно сезон какой запустить фтп шка по сути переродится но с премиальными играми такое сложнее сделать поэтому по подписке же нет да фаналка была по подписке но не вода и останавливали они там перезапускали разработку то есть в случае со square renex финалка это был очень серьезный продукт они не могли ее срать дело в том что battlefield то уже понимаешь финалку если ты перезапустил ее дата люди за подписку то есть это имеет какой-то финансовый смысл запускать а battlefield это его уже продал и смысл его перезапускать чтобы переделать все он уже продался ну да не но продался не так хорошо слушай он продался если там отталкиваться 4 миллиона копий ну ладно там продастся там 6 миллионов копий вот но учитывая сколько денег вот хайла infinite это такая срань судя по всему которую вряд ли удастся отбить когда-нибудь вот и собственно бренд хайла и после этого все вот этого то что они сделали с компания думаю можно будет закапывать просто как мультиплеерная дисциплина возможно как игра сингловая все то есть это последний истории мастера чифа и никому это нафиг уже не нужно будет посмотрим а я убила ребенка оленя петр на умолчить его а кстати вам не кажется что стало появляться слишком много игр вокруг которых много хайпа на геймплея никто так и не видел до релиза так это фишка издатель расхайпить игру и игровой процесс не показывать ролики красивые там это рассказы разработчиков превью с верхнего интернета формате я поиграл мне понравилось спасибо парня может вы мне объясните почему планет сайд 2 помер это же батла какой она должна была быть не хватило денег на поддержку это важный момент то есть поддержка доходность то есть планет сайд 2 может быть лучше чем battlefield 2 но в нее может не несли деньги очень сложный такой процесс который в котором испорченное мясо едва ли можно находить такого одного вино вы бы там может быть куча факторов можно же рисую для того чтобы их задавили там пиаром со стороны той же можно все в принципе жарить дрожжи все жарить жил костер и мясо накатил пожарить а то у меня сейчас все стухнет он ариша бросай кондакова иди ко мне я нашел лучшее место для того чтобы строить дом матрицы вы иди сюда иди по радаром по радаром но я тебе серьезно говорю такое тебе кондаков точно не предложит он не романтик чего это я не романтик и очень даже романтик романтик то между прочим романтику это евреи придумали чтобы за любовь не платить поэтому приставка приставка спасибо сходил на резик есть моменты где нагнетается саспенс прям вау а в общем мешанина из 2 3 части где над леоном лохом издеваются и гнобят леон реально лох господи алексей алексей зиду спасибо огромное там душу да да он тут четвертая часть удачно поиграть да во второй его все разводили я уже проводил эту параллель если временной период фильма и игр совпадает то ли он стал секретным агентом и одним из охранников президента одним из топовых секретных агентов при бушем при буш и младше коля ты посмотри на этого леона и задай себе вопрос может ли в администрации буш и младшего одним из секретных агентов которому поручают спасение дочери президент быть такой ли он то есть ты хочешь чтобы ли он и играл джерри батлер я так понимаю примерно до примерно до дольфу он еще может вообще гениальное попадание в роль и в хида из хида из отлично то есть я так понимаю тогда криса редфилда должен играть а0 да просто чтобы логично да ну все а салазара стал он он как раз маленький точно решаем вески оттуда этому брус увидит сюда волосы приделать обратно и вот готов уже не воскресенье какой-нибудь такой этот должен играть блондин под два метра так дольфа лунгина ты уже занял тогда кто можно это самое ладно неожиданной стороны вески вам будет скала джонс о слушай по моему к скалу джонс вообще я в любой роли готов видеть это просто это гениальнейший актер лучше не в последнюю очередь потому что у него все отлично с самой иронией он совершенно четко понимает вообще кого и где он играет и когда крис начнет бить кулаками камни этот самый веской в исполнении скалы джонсона просто ответит от сердечного пулишь я могу чем-то выучить ходила на дом гуччи леди гага великолепно сыграла в очередной раз убеждаю что у нее просто сам по себе есть актерский талант ждем для нее еще одну номинацию на лучшую женскую вот у меня жена ходила тоже очень понравилось сказала что хочет даже еще раз посмотреть только дом на вы столько лишь только семья семья кучи дамы кстати а я могу выучить крышу пусть радует тебе все знают как что их называть гуччи а не гуки его нож читается как гуки надо значимую гуччи ох уж эти итальянцы до петр науменко стояга нет скала джонсон это же вылитый тиран делать не дан это будет сашка невский он как раз ходит так у меня сашка невский ты не мизида ну и за тиран все как надо мистер икс в одном флаконе мистер всех вселенных тесла спасибо салазара должна играть малышева дать исходство и халка хогана кстати бески можно вот лишь можно да вообще гениально вот так мы вспоминаем старых актеров ашо и современных никто не годится ну дуэйн джонсон скала он активный под пятьдесят пятьдесят лет дяденьки да ты еще этого не океана риза вспомни джонсина кстати можно еще и он смешной его в его фильмах его фильмах отвратительно используют к сожалению как тупого да хотя он офигенный комедии этот самый у него комедийное чувство вообще отлично да он комедийный актер очень классный я с тобой согласен он фиген умеет в комедии он в рестлинге это великолепно демонстрировал и в принципе может показывать это на экране но мы тут строим с колей дом мечты не знаю где ты там дочь президента должен играть виталик он отлично кричит мужские имена противным голосом я этот атакон из металлгера только тот кричал snake а я буду кричать коля коля так быть вам интересно каким образом вам в качалку ходит миша это обязательное условие по карте по карте по карте по карте на решат ты еде я может быть тебе чего-нибудь подарю так ну все ну все света михала не старайся так моя мысль занята только их а зачем его дарить он же бесплатный мысль а компанию хочу так и xbox gamepad же да а forza а все остальное так я что-то сделал и не понял куда это делось что я сделал идеальное описание так все я что-то сделал это кин 8 на тегах ну теоретически могут пока бы уже не в голову ариша стоит что я хочусь так что происходит да стой ты блин ну столь простое устройство извлекающие кислорода на земле сида и и смотри как ну в том-то и делаю а я понял это в дом ариша нам нужен дом ну то есть я имею ввиду что в доме можно установить это само устройство нам нужен дом дави тогда надо делать ничего строить нибудь просто что сделал в последнем ну да это было я просто залез в меню опалу все остальное сделала физика за меня конечно просто залез и она загорел эти волки не страшны ты вся в броне мне кажется или выгиб фпс поседает вам не кажется нам не кажется у нас на всеми за так производительность дальность прорисовки вот когда вот это все в двух метрах я не знаю это какой это что за движок вообще-то движок армии да вот этот а говно движок я навознает что это за движок но это говно почему же зачем я столько стрел надел если учись а я тихо 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 почему не взять анри лавский движок просто ради этого почему анри лавский будет пишут что это ангел энджин нет нет как него просто нет анри лавский 2 2 может быть скрабл джабл спасибо привет вам из солнечных степей казахстана сегодня выложили два часа геймплея нового эликс что думаете об игре люблю ваш канал всегда жду потоки праведного гнева спасибо за труд спасибо что смотрите настолько издалека мы ждем выглядит корявенько но душевно принципе как и все игры от пирань это есть ангел ведь это как раз ангел но здрасте тогда просто рукожопы ладно я думал что движок армия но нет это просто на демонстрация того что разработчики полная рука я нырил последники первые наверно вот наверно да потому что ребята как лапты на грелы я думаю те ребята которые ну примерно хотя бы умеют что-то делать я надеюсь части тоже есть люди которые что-то на этом анри ли делают вот такую сране это прям сложно себе вообразить просто сложно зачем ты ну естественно какой еще да ты пока не в смысле доступен но для разработчиков пока вот только 5 в формате скурузка вкусно я чтоб ты дом построила давай строить дом дом 2 да это будет дом 2 как ни странно открыл меню вспомнил сгорел до дом 2 дам двум ну что пора а пора уже дам блин а а только разыграли столько так весело дом 2 начали строить построить свой дом 2 ну да ну да учитывая что сейчас секунду я гляну что там нас по подкастик у него еще смотреть нужно будет о все так пойду подкастик проверять чтоб сегодня его и выложить будет это часа через два где-то ну то есть это ближе уже к полуночи но надеюсь что сегодня вот так что дорогие друзья огромное спасибо что были сегодня с нами все круто игра говно не играть ни в коем случае лучше поиграть в какую-нибудь нет я с обносика все-таки хуже этого ну вот однозначно вот не играйте выживачи ждите хайло инфинит будем вместе гореть надеюсь что там будет тоже много поводов для праведного гнева огромное спасибо арише огромное спасибо коле вот а миша а миша а для миши это работа поэтому он тут был по не из простого желания потому что обязанность поэтому книга не говорим ему спасибо вот но хорошо вел этот стрим так все да все спасибо да пока пока что смотрите так